Это, причём такая классическая одесская песня, всем известная, я спою её в сокращённом варианте, потому что если петь её в полном варианте, у нас эфирного времени не хватит. Я хотел бы, чтобы перед этой песней прозвучали пара одесских баечек, для того, чтобы воссоздать вот атмосферу одесскую. Я знаю, что у Бори есть одна баечка, вот, знаешь, вот из ресторанных зарисовочек, вот, что-то такое у тебя было из ресторанных зарисовок про официанта, Борь. Ну ладно, Борь всё знает, я понял, что ты имеешь в виду сейчас. Нет, это не моя байка, это у Романа Карцева, который есть, одессит из одесситов, такой же, как и Жванецкий, ещё и же с ними. У него есть масса этих историй одесских, и я просто однажды тебе пересказал, как он сидит за столом, и только в Одессе официант может подойти и спросить, господа, вы жидкое ели? Очень интересно, я не знаю, то ли это просто такая школа одесских официантов, то ли это тот же самый официант. Вот у меня был случай много лет назад, ещё в прошлом столетии, ещё при советской власти, как-то мы с друзьями пошли в Гамбринос и опоздали. Буквально за полчаса, за 40 минут до закрытия уговорили швейцара, чтобы он нас пропустил, уговорили официанта, чтобы он нас обслужил. Он нехотя согласился, он берёт свой блокнотик для записи заказа, и так уже даже не столько нас спрашивает, сколько сам диктует, потому что на кухне уже ничего не осталось, всё закрывается. Он так, значит так, парочка пива, пара стопочек водочки, салатик, скумбрия, потом так отводит взгляд в сторону закрывающейся кухни, пауза. Тёплое будете заказывать? Максим, минуточку, звонок серьёзный. По аукциону, здравствуйте, ваши... На Дерибасовской открылась пивная, там собиралась компания плотная, А мои девочки Маруся Роза Рая и спутник жизни Вася Шмарабес. Две полудевочки, один роскошный мальчик, который ездил побираться в город Нальчик, И возвращался на машине марки Форн, и шил костюмой элегантней, чем улор. Красавица была там роза, молдаванка, прекрасная, как тая, древняя гречанка. За ней зашёл её всегда дышний попутчик, и спутник жизни Вася Шмарабес. Держи моё, как держу ручку от трамвая, он ей сказал, о, моя Роза дорогая, Я вас прошу, нет, я вас просто умоляю, сплясать со мной прощальное там дам. Но Роза там хоть уж не хотела, она же с Васькой её порядочно вспотела, И улыбнулась в ответ красотка Роза, и закраснялась морда Васьки Шмараблоза. И он сказал, в изысканной манере, я бы вам советовал пришвартоваться к вере, Чтоб я в дальнейшем не обидел вашу маму, и отошёл, надвинув белую панаму. Скочил к нему маркёр известный Моня, общий хребет сломали кей в козыбанконе, Побочный с ним подан Олешкер тёди еси, известный батарши в красавице Одессе. Он подошёл к нему походкой великана, достал визит из жилетного кармана, И так сказал, как говорят поэты, я бы вам советовал уберечь свои портреты. Тут поднялась катамасия такая, передралась вся компания блатная, Тут били девочек по Русю, Розу, Раю, и бил их лично Вася Шмараблоз. Максим, я думаю, с тобой пела сейчас вся страна, честное слово. Так, у нас звонок.